всем приветики дорогие друзья с вами яркие краски же наконец-то смотрите я сменила одежду я похожа на нормального яркого человека в этой тусклой при погоде нет я когда ехала мне обещали здесь солнце тепло средиземное море курорт и что я приехала а проливной дождь как-то непорядочно с вашей стороны до вернулась из тепла короче дали до солнечную солнечных дней вернулась пухлячок нормально ладно скоро будет сейчас едем мы идем по нашему району по махмутлару и на самом деле не холодно от я в легком дождевички таком хотели сегодня сходить на рынок но ливень был очень вот просто проливной знаете как из ведра или поэтому сегодня рынок от полу нас пойдем другой раз в махмутларе здесь ходим на вещевой хотела посмотреть чемоданы сегодня сейчас поедем в центр махмутлара нам надо снять деньги с карты потом нам надо что надо еще чего туда едем купить пельменей поменяемся за моим курс какой сегодня то доллара потом и растет просто как грибы то есть с долларами тому хорошо честно сейчас ну да я честно думала что до конца года будет около 45 как прогнозировали но он за 30-ку залез до 30 ну если сдавать продажи сдавать получается где-то 28 можно сдать 28 и 5 максимум а чтобы купить 32 30 25 возможно сейчас мы еще с аллы позары зайдем с аллы позары это недорогой нет мы там были уже посмотреть хотели знаете что мы там были недорогой чемодан большой и еще переноску для астика вот в общем надо это все посмотреть пить зайти в обменник купить пельменей у нас не камешки зашли вообще я показывал которая покупал примене оказались просто волшебный сегодня еще раз покажем вам крупный помол с перчиком так все прям хорошо прям было прям супер супер до каждый маячок должен моргать до верху запись сейчас идем на остановку все же сказал прокатит меня на автобусе покатает меня что-то захотелось пельменей соленых огурцов прям не знаю приехала посадка ностальже я приехала сегодня так как дождь весь день ничего не делала честно дома холодно включили кондиционер на все на весь этот самый на всю хату на отопление но все равно она не прогревает беда здесь в анталии воевала не именно том что нету отопления не столько холодно на улице как промозгло очень дома так выглядит дождливый махмут лар в январе достаточно пустынный но сейчас мы еще с вами в центр подъедем по нашим всем он хотя бы зеленый ну ничего страшного нормально ты сейчас меня на что намекаешь что сейчас у всех людей которые не живут турции все не зеленое разве что только в таиланде может сейчас и таланде не только в таиланде где-то еще на этих филиппинах 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 аргентины филиппины мексика ждем автобус автобус ждем в автобусе проезд по карте и заплачивать сегодня 18 лет за человек это хоть хоть что-то тут стабильное это может не радовать автобусе можно ездить не боясь едем центр часам трой может быть прогуляемся еще до кофейни название называть не буду просто до кофейни хочу не пойдем что-то сносят какие-то дома или реставрируют раз уж вышли следующая неделя тоже через день будет дождь дождь какая пора нормально 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 вообще вся неделя будет нормально едем до центра короче мы поехали с серёжей чуть дальше часов и хотели зайти старбакс хотели попить кофе но тут серёжа вспомнил что он встречал наших подписчиков и лужи лужи надо обойти они здесь открыли наши зрители из Украины открыли здесь кафе недалеко от старбакса в махмутларе мы решили забить на старбакс пойти в их кафе попробуй там кофе посмотрим что там еще дают продают давайте с вами пойдем посмотрим новая кафешка почему бы нам не рассказать о ней да там причем с национальным уклоном то есть там есть всякие наши привычные борщи салаты все остальное сейчас заодно глянем по ценам что там как чего ну и как бы вот башня сибичи чуть-чуть ближе к часам сейчас покажу вот мы не знали но как хорошо иметь зрителей которые могут тебе об этом рассказать значит здесь получается аптека вот ориентир да вон написано ой это еще не здесь не здесь не здесь а это да чуть-чуть потом покажу какой вот это тоже какая-то кофейня здесь капстори не знаю мы здесь не были но Лиза вроде была говорить не очень давайте посмотрим есть ли приезжие такие как Лена которая приехала в Турцию в январе но я не на отдых приехала я приехала я на отдых сегодня уже отдыхаю два дня что не делаю дома кто скучает по Махматлару у вас есть удивительная сила боже у нас что-то советская женщина пропустила кто-то вообще есть у вас у меня удивительная возможность посмотреть кто скучает кто скучает да и меня приседует это сладкий такой сандаловый непонятно кто-то цветочный да еще что ты проходишь сейчас цветочный магазин да мне там где-то раньше еще было мы когда-то из дома вышли ага так вот это вот по моему кафешка да да так и называется папучино кафе все верно сейчас там такая раса закрыта возможно сейчас так что здесь подается салаты блины с лососем овсянка борщ солянка крем-суп с лососем бульон куриный с яйцом значит борщ 145 тл солянка 185 тл а оливье есть салаты сейчас смотрим салаты оливье стоит 120 туристских лир с курицей лошадь под шубой салат с тунцом салат с лососем и клиента пошли ладно 20 давайте зайдем посмотрим ребят как говорится только сейчас об этом вспомнили забыла уже переучилась здравствуйте здравствуйте так что тут есть? кофе есть? пожалуйста обзорчик сделаем вспомнили что наши зрители встретили Сережа вас да встречали? я поставлю самотанно аааа точно да 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 это мы вот решили зайти может вам что то попробуем да спасибо заодно сейчас попробуем и скажем нашим зрителям какой здесь вкусный я хочу капучино ты какой хочешь мы с собой или у нас нет мы здесь посидим я бы оливье попробовала у нас где есть у нас пусто оливье давайте оливье у меня одну вы скажите сейчас все организм все нас помнили это приятно даже здесь да да посмотрим и в старбаксе уже вспомнил что здесь наши делегаты открыли топе все видите зашли сразу всех встретили попробуем сейчас оливье попробовать какие машины какие машины продаются машины а вот видите какие самокаты это все в продаже кстати это продается да здесь можно короче вот такое надо спросить сколько это у нас было только помощнее это хозяйство я поняла вот это какой навык это полный привод нет это полный привод это помощнее это самая максимальная мощная круче если что у них здесь есть самокаты кому надо мы свои уже продали у нас сейчас мы спросим у него как его зовут сейчас спросим сколько стоит кто-то спрашивал у нас мы уже свои сразу продали у нас как говорится с руками отхватили если уж не надо в эту сторону в эту сторону в эту сторону попробуем кофе интересно сколько эти самокаты оценивает кукуриные по моему двушку он хочет это самокаты продаются у вас как я понимаю да это два моих и жене купил а вот эти два привези на ребята какие давайте посмотрим может кто-то заинтересуется потому что мы свои продали а у нас спрашивали еще вот это самая последняя модель у нас такой был да он дебелый надежный вот этот да ну как у нас был да этот стандартный пугачи бустер это вообще флагман этой модели он не убиен его можно кидать в воду он не ломан сколько этот кикурин стоит вот этот вот этот две тысячи хочу за него долларов а вот этот 1800 а вот это сколько мощность у него ваше 6000 по 3000 у нас было у нас было 1000 получается а здесь 10800 ну это вообще это 4 месяца сколько он стоит этот мощь он где-то 4800 это очень высокий да то что для таких мастеров для себя ясно хорошо ладно ну если кому надо там зажигается там просто да не надо все увидит ну он подойдет нет это какой-то попробуем оливье сыр да попробуем мы зашли кофе попить ну наш попробовать хлебушка может быть я без хлеба вообще ем чем я сказала про хлеб подумаешь я хлеб ем ну нормально с курицей угу короче нормальная ну турецкий майонез это скорее всего турецкие продукты но вкусный так что если что хотите такой еды нормальной ну приходите здесь можете поесть ребята очень сложно найти здесь то чтобы понравилось можно было рекомендовать ну вот ничего сейчас кофе попробую обычная кафешка ничего особенного себе не представляешь ну ладно не помню сколько здесь кофе стоит если сравнить старбаксом на цены не посмотрели так давай попробуем скажи как сам кофе и это самое это тоже очень важно махмуд лари вот ханджи кофе пить невозможно он перестал быть вкусным сейчас попробует Сережа скажет а? что не подсказывает что? это не то это не то? это не то? это не вообще горячий? кипяток? так себе по-честному на турецком да? на турецком молотом это значит оливье нормально но видно что здесь использовался турецкий майонез потому что турецкий майонез отличается от нашего майонеза очень вот и кофе все таки это не итальянский конечно очень наделась до последнего что здесь будет ловаться вот вот потому что в принципе как говорится знаю что ребята из Украины прямо прямо я прямо банговала что здесь будет ловаться но здесь турецкий кофе поэтому не как бы нормально приходите пейте ешьте рекомендуем все нормально но кофе не Италия к сожалению нормально мы сейчас все выпьем все съедим да Сереж? ничего плохого не можем сказать но говорим что здесь кофе не итальянский все поели оливье попили кофе вот еще раз говорю как бы чай на кафе называется сейчас узнаем сколько заплатил Серега за это все и ну конечно то что кофе турецкий ну ничего страшного в принципе он не против нормально ставлю четверку сейчас узнаем сколько он заплатил Сереж сколько ты заплатил? 260 260 260 два больших кофе и оливье мы наелись вдвоем поели наелись а 260 мы заплатили бы даже больше лир 300 бы заплатили за два кофе просто в старбаксе поэтому в принципе не я не знаю по 110 да 170 180 вот поэтому в принципе можно и здесь попить и покушать на те же день поэтому четверка четверочка да? ну кофе в принципе нормальный просто ну как это значит мы уже такие да мы так надеялись ой типа русскоязычные открыли значит будет обязательно итальянские золотая корона переводы пара трансперей денежные переводы все работает только переводить некому о блин начался дождь все я уже и пельмени не хочу ага нет надо пельмени вообще надо готовить там какая-то у нас мясо есть в холодильнике Сережа припас какого-то мяса короче завтра наверное сделаю в духовке курицу и картошку по-селянски что скажешь? картошки нет картошки нету так не проблема мы сейчас вот купим овощника накидаю картошки накидаю курицы запихаю там короче все полностью разобранное две ноги два бедра четыре кусочка крылышка и полгруппы наши зрители наверное помнят как ты разделываешь мастерски курицу тебе не развился этот патологоанатом смешно не все тебя заценили как ты готовил молодец а еще талантливый монтаж и все вместе получился отличный ролик я так и не понял что он от меня хотел кто? кто зритель? а ты меня сейчас да идем к банкоматам в центре в центре участвует в центре участвует как называют бмв 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 не бмв как у нас а бмв называют у меня 52 ему 54 пельмешки идем идем за пельмешками погодка конечно ну немножко такая серенькая зато апельсинки оранжевые везде растут а да это декоративка если кто не знает тут этих нельзя на красный идем как всегда по традиции мы тут на красный ходим тут стоим смотрим пошли еще раз пошли как раз идем сейчас с правой стороны 4 кондитерская большая аптека русские русскоязычные фармацеуты с левой стороны там будет куриный ресторан можно ходить пожалуйста вкусно нормально вот ханджи а я только сказала 4 нет ханджи тут 2 сити кофеин ханджи и 4 что-то мы перестали туда ходить не знаю почему нам надо купить видимо картошки так мы сейчас пойдем в western union короче нам дали денег не так как мы хотели там лимит установлен на выдачу смотрите кому надо купить подороже или сдать подороже доллары идите вот рядом ханджи рядом есть пункт western union девочка вам или мальчик если работает вам нужно поменять по выгодному курсу а тот курс который там за углом он всегда занижен имейте ввиду приедете надо скинуть валюту идите рубли можно доллары евро что у кого есть вы можете или купить или продать сюда дадут чуть-чуть получше 30-25 чтобы сдать доллар 20 9 и 8 нет 28 28 ровно а купить 30 25 да 28 продать купить 30-25 ну в общем мы всегда пользуемся этим уменником western union он как раньше менял и вживую работали он покупает чуть дороже чем все а продает чуть-чуть дешевле чем все то есть все равно маржа хорошая остается два с половиной рубля лиры шаурма 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 донер превратилась алло пакет это доставка мы здесь шаурму ну не идем уже вот там немножечко поменялась рецептура у них и мы как бы винить шаурму а вот овощные магазинчики тоже обожаю их там картофан давай возьмем или вот там прям наберем вот там он прям на улице лежит 25 мы с вами на рынке еще посмотрим сколько стоит ох какие помидоры давайте посмотрим по 60 лир видите какие картошка тоже будет чуть дороже давай возьмем потому что нам надо ждать еще до рынка какие дороги на рынке ориентировочно в прошлый раз было 120 дороже на даже даже и на багари помидор тоже а еще возьмем вот этих черных помидор это очень вкусно попробуем похоже на перерост вот точно он очень вкусно ну соответственно виноград ля-ля-ля пыш-мыш арбузы нынче золотые хурма нормальная а здесь сколько стоит 125 тут прям рекордсмен клубник она красивая так это мы еще идем за пельменами сейчас мы деньги на кафе потратили значит сейчас еще здесь ну это невеликые деньги так и сколько здесь интересного аллокадо мягенькая газипашовская аллокадо и редиск огромные пучки попробую скажу как эти черные помидоры прям что захотелось все никак я уже показала все никак до мистика не дойдем идем идем так еще надо уйти морковку хочешь? какую? остренькую нет? не я не хочу пока я еще пока пока не соскучилась еще так пошли посмотрим мясник ценник у него берем ну знаете красиво аккуратно выглядит как музей музей мяса просто 2 440 440 430 сколько говядины шикарная красивая у васа супер супер красиво 282 там почти 2 килограмма пельменей сколько там килограмм Сереж? 20 килограмм 30 килограмм 30 килограмм 50 килограмм 30 минут плюс выдох а Сережа тащит? из-за 10 килограмм не ему 82 а я знаю может быть тут 2 килограмма что он не там не понял что? уже только в прошлый раз сколько тут может быть 2 килограмма я брал全部 а нет я брал короче серёга в прошлый раз брал вышло 180 а сейчас уже 280 уже три курка прибежала и не понимаешь что что Сереже не так, что случилось не так он объясняет что я два дня назад брал по одной цене и сейчас у нас другая цена сейчас посмотрим, будто я не переделываю или не прайс под Серёжей на Сереже в Купце можно договориться видите уже другой человек ему выдали посмотрим это же Купце понимаете здесь торговаться может даже и на таможне в аэропорту я уже рассказывал как люди из Казахстана торговались за штрафы в аэропорту и такие ему дали даже скидку за штрафы понимаете сейчас он расскажет а ну расскажи тебе а? ты поторговался, они тебе ценник поменяли? нет я в прошлый раз их так покупал мне сделали скидку нормальную я сейчас настоял то есть не по 230 а по 190 ага не ну я же говорю что даже на таможне торгуются в аэропорту ой да это был случай нам рассказали реально когда казахскую команду оштрафовали за пребывание они на бумажках с турками короче говорят нет 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 начали торговаться короче отказались платить на таможне да да на таможне короче у них сборы были сборы были у них спортивные? 4 месяца по-моему да вот а могли находиться по-моему 3 месяца и получается короче начали паспортный контроль проходить их отправили они наменяли кучу бабок короче вот они начали писать всем разную цену вообще клоунада команда спортсменов и у всех одинаковое время въезда выезда а писать цену начали разную по штрафам и те начали на бумажках типа не 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 вот начали короче торговаться торговаться и короче торговались там нормально ну короче ну вот Сережа не устроила цена он ему пишет типа вот такую дай и трое набежали вот смотрю меня это уже ценник стоит ну все нормально узнаю Турцию все хорошо ох ладно так сейчас надо нам прогуляться еще дальше по Махлотлару до ближайшего магазина для животных я так понимаю это очень далеко да Серёж нам идти ну подъедем если нормально идти то нормально идти можно идти или ты мокнешь или что я не мокну пока я не льет проливной дождь я иду нормально мы огурчиков не купили? ты хотела огурчиков? ну знаешь я же оливье поела я же даже уже и пельмени не хочу такое сытное у тебя еще Лиза есть да Лиза что будет Лиза там сейчас потирает свои ладошечки маленькие сейчас пельмешки будут вот мать приехала хозяйка просто пельмени налепила шедеврическая 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 хозяйка полдня просидела ролики делала полдня ждала когда дождь закончится еще полдня шатаемся по кафе берите пример сейчас моя мама смотрит боже Лена Лена ну что ж ты Сереже не приехала холодца не наварила так сразу пятилитровую кастрюлю у меня кстати был холодец где-то приволокла холодца дочь холодца притащила домой пока меня не было видите все все хорошо все хорошо не было 3 2 и касалось позары говорится карнавал Делаем саму козырку, барбарасу, пошли просто посмотреть чемоданы. Цените, конечно, витамин. Ну, вообще страшно. Ага, не ворона стоит. Это 2 тысячи чемпионов, ну, мощно, мы еще на рынке посмотрим. Так, магазин для животных, куча переносок, все-таки сейчас посмотрим. Что тут есть, еще внутрь зайдем. Главное, чтобы было удобно его брать. Сирюш, вот маленький, это маленькая. Так, сейчас. Вот классная. Маленькая для нашего астика, понимаете. Астика бам же здоровая. Ай, дерьмо дай. Ну, зачем шею намыла менять, я не понимаю. Такая огромная. Какая огромная? Скажешь, как была, зачем вот эту эту продали? Это просто огромнейшая для большой собаки. Думаешь, как, что скажешь? Лиза же говорила, что она огромная. Огромнейшая. А ну-то огромная. Я просто не дотащу. Ну, что такое? Я понимаю, что собака должна там стоять, сегодня поворачиваться и сидеть и лежать должна. Это мало. Нет? Надо замерить, какой этот самый. Посоко? Да. Посоко? Вот это классная. Какая? Вот это. Ну, дорогая. Сколько стоит? Четыре, сколько. Как ее брать? А вот под ней, смотри, стоит. Вот это вот. Немаленькая. О, вот это нормальная. Вот это нормальная. Она хоть такая, не такая как-то огромнейшая. Это получше. Вот это... На которой волк. Деньги. Вот это нормальная. Вот тут он как раз будет себя комфортно чувствовать. Мы сюда плед постелим ему, пару косточек кинем. А ну, дай я ее возьму, потрогаю. Может, индекс? Может, калдыр? Да, вот это удобнее, чем так. Сереж, она удобнее. Она для меня вот удобнее. Туркин 250. Вот это удобно, да. Да. Ремень не много. Поил. А? Вот. Нет, нет. Короче, все, взяли. Тысяча лир. Поилку не надо, точно? Я не знаю, как поилка. Она же тут разольется. Должна быть специальная поилка для аэро. Вот это. Все, ребятушки, мы с переноской. Вот такую купили ему, обычную, пластиковую. Не, ну, хорошая. Вот. Тысяча лиры, это примерно 3000 рублей. Считаю, что, ну, нормальная цена. Она не может стоить 100 рублей, понимаете? Хорошая, фирменная, чтобы еще закрывалась нормально. Это самое. Астик же у нас такой, что он может просто разогнаться в этой будке и выбить эту дверь. Такое еще. Начался дождь, все, мы бежим домой пешком, вот, практически через весь Махмутлар прошли. Что? Ой, так. Все, что-то увидел. Просто спрашиваю, сколько чемодан такой большой стоит. Куда он ушел-то? Не знаю. Серегу повел куда-то, чтобы показывать. А, к чемодану, она здоровая показает. Давайте спустимся, тут посмотрим. Все не можем никак лог закончить. Кладку здоровую. Большие, хорошо. 800 уже. Все, видите, как все у них здесь задумано. Давай подержу-ка на эту самую. Вот еще. Пластик? Да, пластик. Пластик с силиконом хорошим, но кормоз. Слушай, он здоровый, он нормальный. Тут черный и желтый мне нравится. Карантели. Карантели. Слушай, нормальный, давай возьмем его сразу. Пардон. А тебе по 800, да? Как мы ночью покупали чемодан? Махмуд Лари. Окей, окей. Мави, алтын. Что? Алтын. Алтын. Или мало? Алтын. Акта. Но вот это. Белдон. Я не помню. Акта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ставьте лайки... Подписывайтесь... Главное... Разве вам не интересно, куда поедут этот чемодан и эта собачья будка? Так трудно догадаться... Очень многие вообще не знают о нас ничего, поэтому... И спрашивают, куда вы собрались, ребята? В Бразилию или в Мексику? В Бангладеш... В Бангладеш, Сережа говорит... Все, целуем, обнимаем, подписывайтесь на Дзен-канал, подписывайтесь на Ютуб-канал, пишите комментарии... А Атолий Кашпировский предупреждает... Не ходите под стройкой... Палка-башка попадет, совсем мертвый видишь... А, я предупреждал...